Исходя из принципов и постулатов международного права, санкции могут вводиться за крайне серьезные и доказанные преступления, совершенные конкретным государством. Но, к сожалению, общая девальвация международно-правовой системы приводит к тому, что этими санкциями пользуются как инструментом воздействия или давления на неугодное государство с целью ухудшения экономической ситуации в стране. То есть декларируемые цели санкций расходятся с их имплементацией. Для нас это не ново. Вы знаете, что Беларусь подвергалась тем или иным формам санкционного давления. Но результат, вы видите, мы стали крепче, мы научились жить в этих условиях. Мы не принимаем это и не можем смириться с тем, что на суверенное и независимое государство есть попытки такого давления. Мы в меру отвечаем на эти выпады не только вербально, не только заявлениями, но и принятием конкретных экономических мер. Но не хотим огулом уподобляться нашим противникам, поэтому отвечаем как симметрично, так и асимметрично. Вы знаете, что главой государства принят указ о введении специальных защитных мер. Частично правительством уже реализованы права, которые были предоставлены этим указом. Дальше будем действовать по обстановке. Президент сегодня, говоря об ответных мерах, говорил о том, что некоторые предприятия, крупные инвесторы европейские, могут попасть в такой же ответный список белорусский. Мы можем сказать, или это преждевременно, на вскидку 2-3 компаний, которых это может коснуться? Если до этого дойдет, то мы, конечно, скажем. Но еще раз подчеркну, что мы не хотим действовать так же оголтело, как действует против нас. Беларусь миролюбивая страна, в том числе и во внешней политике. Но если на нас нападают, мы будем вынуждены отвечать. Но я все-таки уверен, что, наверное, здравый смысл в конечном итоге восторжествует. И в том числе в западных политических деловых кругах многие из наших соседей имеют здесь серьезные деловые интересы. Это та же Литва, та же Латвия, Польша, Украина. Поэтому мы рассчитываем, что все-таки, еще раз повторю, здравый смысл восторжествует. И мы не дойдем до точки, когда придется отвечать симметрично. Но если ситуация этого потребует, то мы к этому готовы.